И сегодняшняя проповедь моя будет... Мы сразу перейдем к проповеди. Эта проповедь суммирует все то, что я понял, достиг за 26 лет моей христианской жизни. 26,5 лет я во Христе. Я служу пастором в Москве, в Церкви Слова Жизни, в Подмосковье служу в Церкви пастором. У меня есть богословское образование. Я преподаю в библейских школах, семинарии. И сегодня вот на экране, собственно, это итог всего того, что я понял и достиг. Самая важная мысль. Одним предложением. Вот она. Аллалюю. Твой добрый Бог-Отец любит тебя. Вот там все, кто как-то в том сразу же согласны со мной. А кто-то разочарованно скажет, скажет, тю, Алексей, это все, что ты понял за 26 лет? Я уже дальше ушел. Правда? Вот это самое дорогое, самое важное, самое меняющее жизнь, откровение или переживание, что у тебя на небе есть добрый Папа. И он не только на небе, он здесь, в твоей жизни. И этот добрый Папа тебя любит. И можно знать об этом вот здесь в голове, соглашаться, как в советское время на Пасху Брежневу говорят, Леонид Ильич, Христос в воскресе! Спасибо, мне уже доложили. Так и в церкви мы говорим, Бог, Папа любит тебя, ты его сын, ты его дочь. Ты говоришь, спасибо, мне уже доложили. А мне что с этого, мне жрать нечего, у меня депрессия вообще. Да, спасибо. И мы как-то не понимаем, как же все-таки вот с этой любовью, с его благостью, что он добрый, любящий, как стыковаться. Вот об этом сегодня будет наше послание. Наше знакомство с Троицей, Бог, которого мы верим, христиане, это триединый Бог. Мы верим в Святую Троицу, в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. У нас не три Бога, но один Бог. Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Мы поклоняемся одному единому Богу в трех лицах или в трех ипостасях и трем лицам в одном божестве. Звучит странно, но тем не менее наш Бог такой. Троица непостижима. Тертулян говорил так, один из отцов в церкви, попробуй объяснить Троицу, потеряешь рассудок. Попробуй отвергнуть Троицу, потеряешь душу. Мы верим в Троицу, мы верим, что Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы мы верой в Него могли иметь жизнь вечную в Духе Святом. Дух Святой является печатью Божьей работы, печатью Божьего искупления. Но давайте все-таки мы познакомимся с Троицей более близко. Наше с вами знакомство с Троицей началось с того, что мы приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Мы услышали в Евангелии, что Иисус – это Бога-человек, это Бог, ставший человеком ради нашего спасения. Бог вочеловечился, Бог принял твое и мое тело, наше физическое тело, которое есть у человечества. Он уничижил себя самого. Он отказался пользоваться своими божественными качествами, чтобы стать нашим представителем и на кресте взять грехи всех нас, людей, живших до Него, во время Него и после Него. И Он умер за наши грехи, за наши преступления. На кресте Бог, Бог Отец, весь свой гнев на неправду, на нечестие, на преступления людей излил на Иисуса Христа. Иисус пошел в ад, Он был там три дня и три ночи. Но поскольку Он был чистым, святым, не имеющим никакого греха, Отец имел полное право воскресить Его из мертвых. На третий день Христос воскрес из мертвых. И этот живой воскресший Христос является людям, открываясь им. Он явился ученикам, апостолам. Однажды Он явился более чем пятистам братьев одновременно. И явился Он в твою жизнь, принося спасение, принося избавление от грехов. Духовный недуг, который есть у человечества, духовная болезнь – это грех, который не лечится ничем, ни лекарствами, ни наркотиками, ни водкой, ни селедкой. Грех – это как рак крови, который человек не может скрыть себе вены и вытащить грех. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха и дарует нам спасение. Итак, мы познакомились. Первое наше знакомство строится было с Сыном Божиим, с Иисусом Христом. Что Он дал нам? Он дал нам принятие. Он принял нас в общение с Богом. Иисус сказал, принимающий Меня, видевший Меня, видел Отца, принимающий Меня, верующий в Меня, имеет жизнь вечную. Иисус говорит, кто верует в Меня, кто верует в Меня, кто исполняет Слово Мое, к тому Я приду, и Отец придет. Аллалюя. Верующим в Иисуса Христа Бог дал через Иисуса, дал Духа Святого, дал рождение свыше. Иисус даровал нам принятие. Мы приняты в семью Божью. Бог стал нашим Отцом. Мы теперь Свои Богу, домашние Богу. Скажи, Я Свой Богу. Я Своя Богу. Скажи, Я Свой Богу. Так, как будто в это веришь. Скажи, Я Свой Богу. Аминь. Господь Иисус, Он первый, кто принес нам общение. Общение с Ним. Мы помолились, сказали, Иисус, войди в мое сердце. Он вошел. Я историю слышал. Несколько лет назад в Европе она произошла. Примерно в это же время, под Рождество. Реальная история. Один человек, у него работа была интересная. Он был сутенером. И вот он собрал своих девушек в древней профессии, чтобы пустить их на работу. И тут же все, что для этого требуется. И вдруг Иисус обратился к нему. Иисус обратился к нему слышимым голосом по имени. Обратился к нему. И он такой, а, кто это говорит со мной? Вы слышали голос? Иисус старично к нему по имени обратился. И эти девушки ничего не слышали. А он слышит. И он говорит, а ты кто? Он говорит, ну, я Иисус. И он такой, а как, а что? То есть Иисус является сутенеру с его проститутками под Рождество. И начинает разговаривать с ним. И говорит ему Иисус, ну, как у тебя дела? Могу я тебе чем-то помочь? Сутенер говорит, да нет, у меня все нормально. Все, в принципе, в жизни все сложилось. И Иисус спрашивает, могу я тебе чем-то помочь? Что я могу сделать для тебя? Да нет, все нормально у меня. Ну, кстати, Иисус, вот хочу поблагодарить тебя за Рождество. Приятный праздник. Венки, атмосфера, все это вот, от еловой ветки. Спасибо тебе. Иисус сказал, ну, хорошо, пока. Вот так вот Иисус явился. Парень этот встает, говорит, слушайте, девчонки, все-таки Рождество. Давайте помолимся. Где-то он в кино смотрел или что, короче, они встали, взялись за руки и начали молиться. Господь Иисус, спасибо тебе за Рождество. И следующие 30 минут они обнаружили себя стоящими на коленях, плачущими и рыдающими, и просящими Христа, простите грехи, и принимая его в свое сердце. Спустя два года этот парень, они прекратили этот бизнес, и этот парень женился на одной из девушек, и они стали пасторами в одном из городов Европе. Аллелия. Аминь. Аллелия. Кто-то хлопает так, безобразие на небе. Иисус сутенером является, проститутком, что это такое? Да? Иисус пришел спасти в этот мир грешников. Он ел и пил с мытарями и грешниками. Блудницы следовали за ним. Блудницы, проститутки. Иисус любит людей, Он тебя любит, Он в твою жизнь явился. Сегодня, если ты здесь первый раз, Иисус хочет, Он обращается к тебе, Он говорит, я люблю тебя, я хочу, чтобы ты жил вечно, чтобы ты не был одиноким, чтобы ты не боялся. Я хочу прийти и быть для тебя другом. Вторая личность Святой Троицы, с которой мы познакомились, скорее всего, это был Дух Святой. Если Христос, Он приносит нам спасение, то Дух Святой приносит утешение, укрепление, утешение. Утешение нам. Библия говорит, что Христос, Дух Святой, Он учит, наставляет нас на всякую истину. Читая Слово Божие, Священное Писание, мы можем обращаться к Нему и говорить, Дух Святой, открой мне Библию, открой мне Священное Писание. И Он открывает. Дух Святой помогает нам во всем, что мы делаем. Когда не было мобильных телефонов, будильников, я нужно было вставать рано, помню, несколько раз было, вечером ложусь спать, говорю, Дух Святой, разбуди меня в 5 утра, пожалуйста, мне нужно, мне некому разбудить, у меня будильника нет, разбуди в 5 утра. На следующее утро ровно в 5 утра я просыпаюсь. Вот это да, Дух Святой, спасибо, но так спать хочется, можно я еще посплю. Его помощь приходит во всем, в проповеди Евангелия, в исцелении больных. Он помогает нам, Дух Божий на нас, Иисус сказал, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу. Присутствие Духа Святого в жизни Иисуса Христа принесло Ему чудотворную силу, принесла сила Святого Духа и в нашу жизнь тоже способность чудотворить. Я родом с Иркутска, в 92-м году я уверовал, покаялся, и я был первый в семье, который покаялся. Потом мама уверовала, потом брат, какое-то время колебался, сейчас он верующий. Но я уехал в библейскую школу, вернулся после библейской школы, лето, осень, мне нравилось проводить время в церкви. Мы пропадали на улицах Иркутской. Вот однажды в субботу должна была быть уличная евангелизация, но у бабушки, которая держала свиней, моя бабушка держала свиней, у нее заболела свинья. Я, свинью звали Машка, мы собрались с консилиумом мужским, что делать, колоть, не колоть, ну, заколишь мясо, ну, свинья больная, есть нельзя, продавать грех. Мы собрались, сидим, чешем голову, холодно, мороз, что делать, и я сижу, мне так не хочется свинью эту колоть, смолить ее, там все это делать, и я говорю, давайте я помолюсь за свинью, пойду. Так что на меня посмотрели родственники. Я пошел молиться в стайку за свинью, Машка, у нее были такие длинные ресницы, она подняла голову, посмотрела на меня, типа говорят, то, что мне хозяин. Я наклонился, сел на корточки, другая свинья нападала на меня, думая, что я хочу ей вред причинить. Одной рукой, ногой я отбиваюсь от другой свиньи, а другой свиньи я кладу руку между ушей, раздвигаю, и говорю, Господь Иисус, пожалуйста, исцели это. Я хотел сказать, свинью думаю, но за свинью неудобно просить, это же нечистое животное, исцели это животное, во имя Иисуса, аминь. Пришел, моя бабушка, опять сидим с мужиками, совет держим, через 10 минут бабушка пошла проверить Машку, и радостно возвращается. Машка встала, кушать стала, два дня не ела, все, они посмотрели на меня, я говорю, ну что я делаю, Господь исцеляет, говорю, и свиней. Дух Святой в нашей жизни, чтобы помогать нам во всем. Аминь. Аллилуйя. Что делает третья личность, троицы, Бог-отец? Бог-отец, Он тот, кто усыновляет нас. Он дает нам усыновление, становится нашим отцом, нашим папой, и вот сегодня мы об этом усыновлении, я хочу говорить с вами. Отец в семье, в физической семье. Что делает отец? Наши земные отцы, если вы папа, отец, то мы восполняем отцы в основном три функции. Первая функция это обеспечение. Обеспечение. Муж приносит, папа приносит в клювики домой, ну покушать, ням-ням, он обеспечивает семью. Отец также защищает, земные отцы защищают. Помните, мы в детстве говорили, мой папа самый сильный, мой папа твоего одной левой, одной правой. Отец защищает. И отец в семье, в физической семье, на земле и небесный отец дают нам наше самовосприятие. Кто мы? Кто мы? Отец говорит, ты сын мой, я люблю тебя, ты самый лучший. Он говорит, дочь, ты красавица, ты умница. Помните, мы говорили в феврале, когда я был здесь, если о благословении, которое дает в семье физический отец. Когда он говорит, дочь, я люблю тебя, ты умница, ты красавица, ты будешь успешной женщиной, у тебя будет замечательная семья. У тебя будет много детей, они будут здоровы, муж тебя будет ублажать, он будет радоваться, на руках тебя носить. Отец вселяет уверенность в детей. Отец дает идентификацию, самовосприятие. Современные исследования говорят о том, что причина огромного числа гомосексуализма в том, что в семье отец не дал идентификацию, самовосприятие ребенку. Отец в семье должен был сказать мальчику, ты сын мой, сынуля, мужик, горжусь тобой, а девочке сказать, ты моя красотуля, люблю тебя. Из-за того, что в семьях не было, семьи сейчас, без особщины, мужики поматросили и бросили, или что-то еще произошло, отца нет, и отец не дает идентификацию, самовосприятие ребенку. Ребенок вырастая не знает, кто он, и он ищет себя, кто он, мальчик или девочка. Отцы, вы важны. Слышите? Давайте прочитаем. Итак, наш отец, он добрый, благой. Римлянам 8,15, давайте мы прочтем это местописание. Вы такие притихшие сегодня. Все хорошо у вас? Замерзли по дороге. Римлянам 8,15, здесь сказано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить страхи, но приняли духа усыновления, которым взываем, называем Авваочи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Итак, мы приняли духа усыновления, которым взываем Авваочи. Авва, арамейское слово, означающее, вот это сочетание Авваочи означает папочка. Не просто папа, а папочка. Мы приняли духа усыновления, к которому мы к Богу можем обращаться, как папочка. Скажите папочка. Некоторым из нас это сложно произнести, я объясню почему чуть-чуть позже. Также в Галатам, в послании Галатам, 4 глава, 6-7 стих, давайте мы прочитаем. Снова повторяется эта мысль. Бог говорит нам, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, духа сына своего, пьющего Авваочи. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Бог, Отец, усыновил тебя. Что Отец Небесный сделал с тобой, Он усыновил». Однако же мы относимся к нашему теперь Небесному Отцу сквозь призму, сквозь очки. Как будто на нас одеты очки, этих очков много, они разного цвета, и эти очки – это ложь, в которой мы поверили из-за наших земных отцов. Невольно, непроизвольно мы смотрим на Небесного Отца сквозь призму отношений с нашим земным Отцом. Луки 11, глава 13, стих, там сказано, что «Если вы, будучи злые, умеете…» Иисус обращается к земным Отцам. «Если вы, будучи злые, умеете даяние доброе давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него». Библия называет нас, земных родителей, что мы по сравнению с Небесным Отцом самый добрый Отец, самый добрый Папа в мире, который есть, по сравнению с Небесным Папой, Он злой. Я знаю, что сегодня у меня очень такая… Вчера, когда я проповедовал, у меня была немножко другая тема, но когда я коснулся этой темы, я почувствовал, как я задел за какую-то струну. Я не хотел проповедовать эту проповедь. Когда я летел сюда, я чувствовал, что надо говорить об этом, но вчера я так увиливал от Господа, думаю, «Господь, можно я вот это?» И когда я вчера взял другую проповедь и проповедовал ее, я все равно вышел в эту сторону, и я понимаю, что Бог хочет что-то сделать сегодня. Поэтому я говорю об этом. Да поможет нам Бог. Давайте помолимся. Скажите, давайте помолимся. Господь, спасибо тебе. Боже, открой мои уши, открой мои глаза, чтобы я слышал и принимал твою истину. Помоги нам, Отец, во имя Иисуса Христа. Итак, смотрите, мои отношения с Небесным Отцом во многом определяются тем, какие у меня были отношения с моим земным папой. Три варианта, какой у тебя был земной отец. Первый вариант – отца не было в семье по какой-то причине. Может быть, он погиб, трагедия была. Моя мама, когда приняла Христа, когда я молился с ней молитвой покаяния, мы прямо у печки сидели, рассказывали о Христе, в частном секторе в Иркутске мы жили. Она говорит, Леша, у меня волосы дымом встают. Ты говоришь сейчас, смотришь на руке, что это? Я говорю, мама, это Дух Святой, она что делать? Я говорю, мама, каяться надо. И прямо у печки мама молилась молитвой покаяния. И несколько месяцев она плакала. Плакала, лицо светится, и плачет. Я говорю, мам, что случилось? Что-то я, Господи, не так маму покаял. Он говорит, Леша, ты не понимаешь, у меня не было никогда отца. Отец ушел на фронт. Мама, говорит, моя забеременела. Он ушел на фронт. Я никогда не видела его. А сейчас у меня есть папа, небесный отец, и я переживаю его любовь. Но если в твоей семье, физической семье, не было земного отца, для тебя Бог-отец будет отсутствующим, удаленным. Ты будешь молиться Богу Отцу, как небесному такому Бог-отец. Такой, Бог-отец. Но где-то на уровне подсознания, на подкорочке, у тебя будет ощущение, что небесный отец отсутствует в твоей жизни. Следующий вариант. Отец был, но отсутствовал эмоционально. Он был в семье, работал, пахал. Это большинство, картина из нас, живущих в советском и постсоветском пространстве. Отец много работает, и он приходит домой уставший, и он с тобой не разговаривает. Он не спрашивает, чем ты живешь, что у тебя внутри происходит. И не делится своими эмоциями, что у него внутри происходит. В этом случае тогда небесный отец, Бог-отец для тебя будет... Вам интересно? Вам страшно? Хотите дальше продолжать, нет? Аллелуя. Я расскажу, как это было в моей жизни. В мае этого года я был на семинаре по обучению. У нас из церкви 30 человек проходило обучение по тому, как служить в служении... Международное служение внутреннего исцеления называется СОЗА. Вы, может быть, слышали об этом. Край муха, что такое странное. Когда я первый раз услышал об этом, думаю, да ерунда какой-то. Сеанс спиритизма какой-то. Но потом мне стало интересно. Я сходил на сессию по СОЗА. Мне стало очень интересно. Моя жена сходила. Нас зацепила. Потом мы обучились. И во многом сейчас материал, который я использую, оно из этого служения. Так вот, я молюсь. В этом служении есть такая молитва. Она звучит так. «Бог, Отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, которой я верю о Тебе из-за моего земного Отца?» Понятно или нет? Такая молитва. И мой Отец добрый, был добрым, хорошим человеком. Он любил меня. Он возил меня на рыбалку, когда был маленьким, на велосипеде на рамку, наматывал мешок, кулис под картошкой, чтобы мне мягче было. Возил за грибами. Проводил время со мной сколько мог. Он был хорошим, замечательным, добрым человеком. Я любил его и люблю. И перед смертью он покаялся, он уверовал. Я верю, он сейчас на небе со Христом. Ну, я думаю, дай помолюсь, спрошу. А вдруг есть какая-то ложь, которой я поверил? Послушайте, иногда родители не сделали ничего плохого, ничего плохого, но мы можем поверить в какую-то ложь. Ну, к примеру, вот очень часто, вот пример ребенка, папа с мамой, ладно, вот реальная история была, у папы случился инфаркт, и мама повезла отца в больницу и оставила ребенка четырехлетнего дома на первом этаже. Началась гроза, молнии сверкают, дождь, вышибло пробки. И этот мальчик, он остался, этот человек подошел мне, рассказывал эту историю, когда он говорит, Бог отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я поверил, в которую я поверил из-за моего земного отца или из-за моих родителей. И он рассказывает, в этот момент, говорит, раз я вспоминаю, мне четыре года, и я стою в этой комнате, молнии сверкают, а я стою, и родители нет, они уехали. До 12 лет у детей не работает логика, они не могут мыслить логически. И говорит, я стою в этот момент, мне это раз, это картина. Я один, молнии сверкают, я ничего не могу сделать, я стою, и плачу, кричу. И дальше следующая молитва, Бог отец, какую ложь я поверил в этот момент? И вдруг, говорит, я понимаю, что в этот момент я поверил в ложь, что я не нужен никому, меня не любят, меня бросили, меня оставили, я один. В этот момент ребенок пришел к выводу, что меня не любят. И потом он говорит, подходит, Алексей говорит, я работал в компаниях, мне гонорар, мне премию приносили в конверте, там сотни тысяч рублей, но мне не это надо было. Мне хотелось услышать, ну, по имени его там, слушай, ты классный парень, мы тебя любим, ты такой хороший, мы тебя любим, говорит, но я не мог, я ходил с психологами, не мог разобраться, что со мной происходит. Ну, хорошо, я молюсь вот этой молитвой, говорю, Бог отец, покажи мне, есть ли какая-то ситуация с моим земным папой, из-за которой я перел в лошадь тебе? И Бог мне тут же говорит, да, и показывает мне картину моего отца, который приходил с работы, он уставший, садился в кресле качалки, открывал газеты или кроссфорды, отгадывал их, и он задавал у меня, задавал у меня всегда два вопроса, Алексей, ну, Лешка, как дела и как оценки? Всегда два вопроса, как дела и как оценки? Я говорил, пап, дела хорошо, оценки, ну, все нормально, я сам учился, в школе пятерки, диплом, все нормально, в университете получил, и он был доволен. И я думал, это нормально, абсолютно нормально, ну, отец интересуется жизнью сына. И я говорю, Бог, вот такую ситуацию, сейчас ты мне показываешь, в какую ложь я поверил тебе? И отец мне говорит, ты поверил в ложь, что меня интересует в твоей христианской жизни только твои дела и достижения. Что ты делаешь для меня? Бог говорит, ты поверил в ложь, что я интересуюсь только твоими делами. И в твоем представлении я нахожусь в кресле-качалке на небе, и меня интересуют только твои дела, и когда ты что-то делаешь для меня, ты думаешь, я с неба смотрю, улыбаюсь тебе, молодец, красавец. Но как только ты перестаешь, ты думаешь, перестаешь что-то делать для меня, ты думаешь, что я отворачиваюсь, теряю тебе интерес. И что ты делаешь, Элисей, ты постоянно что-то делаешь, слушаешь, проповедуешь, ездишь, нужно вот это делать, в отпуске надо проповедовать, надо молиться, надо что-то делать, даже в отпуск ехать не надо. Ты все это делаешь, чтобы удержать мое внимание. И я говорю, опаньки, я говорю, Господи, прости меня, что я поверил в ложь, что ты такой же, как мой земной отец. Я говорю, Бог, покажи мне твою истину. И вы знаете, что Бог мне говорит, я хочу, Алексей, просто прийти к тебе. И знаете, какую ложь я верил еще, что любая встреча с Богом, любая молитва, я проповедовал об этом, кричал в библейской школе, любая твоя встреча с Богом закончится поручением, глаголом, Бог скажет тебе, что делать, поэтому ты не молишься, ты боишься молиться, потому что Бог скажет тебе, что-то некомфортное, неудобное. И Бог говорит, это ложь. Я могу прийти к тебе и просто с тобой поговорить, как с Адамом в прохладе дня. И ничего не попрошу тебя сделать. Это было днем, вечером. В этот момент я получаю смс-ку от классного руководителя моего сына. Сын учится в 11 классе, мая месяц, и классный руководитель пишет, ваш сын не допущен к ЕГЭ из-за несдачи трех предметов. И у меня планка падает. Я, короче, лечу домой с этого обучения, приезжаю, захожу, молча просто с сыном, говорю, заходи в комнату, у нас хорошие с ним отношения, хорошие, ну как я думал, хорошие отношения были. Говорю, заходи. Говорю, Сема, садись. Говорю, а что такое? Май месяц, середина мая, ты чем думаешь вообще? А у него голос стал ломким, он такой, пап, подожди, пожалуйста, пап, подожди, я все объясню. И знаете, что мой сын говорит? Папа, ты никогда не спрашивал, чем я живу, что со мной происходит? Ты всегда спрашивал у меня две вещи. Как у тебя дела и какие у тебя оценки? Ты не знал, что со мной происходит? Ты не знал, что я три года был в депрессии? Что я уезжал в школу, не доезжал до нее, ходил, гулял по Москве, знакомился с какими-то людьми, ездил с Сергией в посад, ходил в серке. Папа, ты даже не интересовался и не знал, как мне было плохо. И я перепугался. Я понял, что я поступил точно так же с моим сыном, как мой земной отец. Я сказал, сын, прости меня, пожалуйста. Я, прости меня. Прости, я покаялся перед ним. На следующий день я опять поехал на обучение. И чего я не знал, что нужно бы. Я говорю, Бог, отец, прости меня, что я поверил в ложь, что ты требуешь от меня только достижений, только успехов. Знаете, если мы думаем, что Бог требует от нас только достижений и успехов, мы будем работниками, мы будем рабами, мы будем делать, делать, делать. Нам не будет делать до жены, до детей. Они будут нам мешать, потому что мы заняты тем, что мы удерживаем внимание Бога Отца. Я сказал, Бог, отец, прости меня, что я поступал так с сыном. Боже, покажи мне, каким отцом ты меня видишь. И вдруг Бог показывает мне монетку, бросает швебий. Вы следуете за мной, да? Или нет? Тяжело, я знаю, что тяжело. Мы будем сегодня вытаскивать, занозы будем. Бог хочет исцелять нас. Я говорю, Боже, покажи, каким отцом ты меня видишь. Потому что я не знаю, как иначе. Я только вот с сыном. Как дела? И все. Мужик, да все. И Бог показывает мне, бросается монетка жребий. Я говорю, Господи, что ты хочешь мне сказать? И мне Бог говорит, приди домой к сыну, пригласи его, скажи, орел или решка. И у кого выпадет решка, тот первый начинает говорить, вы сядете вместе вдвоем на кухне, и кому выпадет решка, тот 15 минут говорит о том, что у него внутри происходит. Потом другой. То есть ты говоришь 15 минут, делишься своим внутренним миром. Что у тебя, твои переживания, что ты получил от Бога откровение, чем ты живешь, что внутри происходит. Потому что Бог мне сказал, ты об этом говоришь всеми вся, но своим сыном об этом не говоришь. Я прихожу домой, сыну говорю, сын, орел или решка? Он такой, в смысле, пойдем на кухню. Говорю, кому решка, тот первый начинает 15 минут, говорит то, что внутри происходит. Не просто как дела, а то, что внутри происходит. Мне это непривычно. Ну, короче, решка выпала мне. Я начинаю говорить, чем я живу, что. Что прохожу, что переживаю, что ощущаю. Мне это было непривычно делать. Сын вытащил, а он так сел, сначала наушники, в ухе так вот здесь висят, вот так вот. Он наушники снял. Мои 15 минут закончились. Он говорит, пап, ну сейчас я буду говорить. Он говорил 50 минут. Он говорил о том, как в школе, через что он проходит в школе. Как с девушкой познакомился и понял, что это неправильные эти отношения, которые не туда шли. И он разорвал с ней. Как ему было плохо, но он стоял в этом. Как он примирился с учителями, с которыми поссорился. И он говорил, и говорил, говорил. И я был просто, я был ошеломлен, как какой богатый внутренний мир у сына. Он говорит, пап, я не понимал, что я людям, моим одноклассникам что-то говорю, а у них это исполняется в жизни. Говорю, они меня уже в классе пророком называют. И мне было так интересно его слушать. Пойдемте дальше. Третий вариант. Отец был в семье, но был жестоким. Пьянство, ругань, побои. Тогда мы спроецируем невольно, мы можем спроецировать на небесного Бога Отца, что Бог... Короче, мы будем сторониться, мы будем избегать любой встречи. Знаете, тогда наша жизнь христианская будет так. Вот здесь Бог-Отец, Бог-Отец, вот здесь ты. И ты с Иисусом, с Духом Святым тусуешься, тебе классно, хорошо, ты за них прячешься, там, отец, хорошо, да-да-да-да, ну, мало ли, не с той ноги встанет, прилетит. И ты вот здесь с Иисусом, с Духом Святым, а отец, послушайте, Иисус-то умер, он говорит, я иду к Богу моему и к Богу вашему, я иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Иисус умер, чтобы мы вошли в семью, чтобы мы стали детьми, чтобы мы получили усыновление, и чтобы то, что земные наши отцы не могли дать нам, чтобы Небесный Папа дал нам защиту, стал нашим обеспечителем и стал тем, кто говорит, кто мы на самом деле. Алло, вы здесь? Аллелуя. А-а-а, Аллелуя. Очки, через которые мы видим, знаете, они искажают образ Небесного Бога Отца. Мы пели сегодня вот эта песня, которая, я дитя царя, я дитя, я его дитя. Бог благой. Вот две вещи запомните. Бог добрый. Бог любящий Папа. Бог добрый. Как один проповедник говорит, Бог всегда в хорошем настроении. А-а-а, Аллелуя. Что Бог делает в церкви сейчас? Бог хочет вот эти очки с нас снимать, чтобы мы видели Его благость, Его доброту. И мы пережили, что мы Его дети, сыночки и дочки, что Он нами любуется, Он нами гордится. Но у нас есть очки на нас одеты. Это ложь. Это наш жизненный опыт. Ложь, в которой мы поверили из-за земных отцов. И мы боимся. Мы не хотим к Нему приближаться. А если мы к Нему не приближаемся, мы не знаем Его как доброго, любящего Папу. И нам сложно переживать и Его защиту, и обеспечение, и слышать, самое главное, кто мы в Нем. Аллелуя. Кем мы являемся. Потому что, аллелуя, самая высокая власть, самая большая сила во вселенной хочет сказать тебе, кто ты есть на самом деле. Какой ты? Какая ты? Аллелуя. Какая ложь. Смотрите, если в нашей семье отец наш не защищал, не защищал, просто говорил, ты сам должен. Один парень говорит, мой отец не защищал меня, говорит, меня гоняли по району, говорит, избивали, говорит, я поверил в ложь потом, когда ко Христу пришел, что Бог на небе, как говорит, послать мне самоспитание. И отец говорил, ты должен быть сильным, сынок, давай сам бейся с этими, короче, там на улице. И говорит, у меня было чувство, что я пришел, стал христианином, что Бог такой, давай, сынок, ты должен быть сильным, так, побольше бесов, побольше демонов, давайте его, тренируйте его. Вот такую ложь он поверил. Может быть, ты веришь, что эти атаки, напасти, скорби Богом отцом посылаются. Нет. Если мы не получили от земного отца защиту, если наш отец не защищал, не брал тебя на руки, не говорил, ну, кто тут? На моего сына. Он не был твоим защитником. Послушайте, мы не переложили в защиту, то мы вырастим, мы в нашей жизни, христианской и нехристианской, мы будем сами себя защищать. Через что? Через защиту, через агрессивность, через изоляцию. Мы просто изолируемся, потому что мы боимся, что на нас нападут. Через презрение к людям будем презрительно относиться к людям. Если мы не получили защиту от отца. Либо насмешки. Насмешки, подколы, издевки, это нападение, это попытка, прежде чем тебя обидели, ранили, защититься, так оттык и воткнуть, чтобы он. Издевки и насмешки, сарказм это знак того, что мы чувствуем себя небезопасными, незащищенными, поэтому мы пытаемся уколоть его, отогнать подальше. Ой-ой-ой. Тебе не нужно защищаться, когда стал христианом, не нужно постоянно подкалывать людей вокруг себя. Стал христианом, подкалываешь, этого подколоть, этого подколоть, у тебя люди плачут от твоих подколов. Они плачут, потому что ты стал сыном царя, сыном Божьим, и в твоих словах власть, и твой подкол так ранит. Я заметил, что самое безобидное, кажется, на мой взгляд шутки, так ранит людей, потому что в твоих словах есть сила, есть власть. Вам как-то не по себе вы чувствуете себя, да? Я знаю, все нормально. Если вас в семье не обеспечивал отец, тогда мы вырастим, либо у нас будет дух нищеты, мы будем постоянно бояться, что нам не хватит, и в жизни нищетей. Дух нищеты, когда ты боишься, что не хватит, не хватит, а на дух мамоны ты боишься, что потеряешься, потеряешься, потом надо гребсти, надо сохранять, надо бошки отрывать другим, чтобы сохранить. Ну, не отрывать, может быть, отстреливать, ну, не отстреливать так, ну, закапывать, ну, не знаю. Дух нищеты, дух мамоны это следствие также безотцовщины, что отец не обеспечивал, отец не был щедрым. Нормально, да? Следующее, если отец семье не говорил, что я горжусь тобой, ты моё, я люблю тебя, просто ты самая лучшая, если отец тебе не говорил, ты самая лучшая, что случилось в моей жизни, а если отец говорил, ты тупица, ты уродина вообще, у тебя ты вся в мать, короче, ты такая, знаете, что отцы, которые говорят, дочери, ты шлюха, они становились проститутками. Это было проклятие, это была просто демоническая, вот сила высвобождена в них. Если отцы не сказали нам, кто мы, послушайте, мы будем искать своё, вот эту идентификацию или самовосприятие, кто я, мы будем неуверены в себе, потерянность, перфекционизм, мы будем постоянно выслужиться, сделать всё, вот чтобы всё было вот так вот, всё вот так вот, вот всё вылизано, с этой женщиной, дома всё вылизано, пылинки нет, он может пройти там, локтём уж провести, белым локтём там, за холодильниками там чисто, и ты такая, ну и что ещё сделать для тебя? Ну или перфекционизм. Отец твой не гордился тобой, и ты пытаешься заслужить сейчас, будучи взрослой, похвалу от небесного Отца или от людей. Твоя нужда, вот эти нужды, которые защита, обеспечение, самовосприятие, если они не были в детстве восполнены, они превратились в раны, и эти раны болят, они болят, они гноятся, ты раненый, и их уже сейчас нельзя восполнить, сколько бы тебе ни говорили, ты классный, ты хороший, хватит уже, не надо, достаточно, уже пятёрки, 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 ты будешь пятёрки, пятёрки, потому что это уже не нужда у тебя, это рана, а рана нуждается в исцелении, а эту рану хочет исцелить Отец Небесный сейчас, сегодня, аллалюя, он хочет исцелить твою рану, но для этого ему нужно, чтобы ты отказался от лжи, эта ложь как стрела вбитая в твою душу, в твой разум, в твоё сердце, обломанная, и этот кусок стрелы торчит, и Бог сегодня хочет, можно я эту ложь, эту стрелу вытащу, аллалюя, залечу твою рану, и скажу тебе, кто ты, аллалюя, в моих глазах, можно я стану твоим защитником, можно я стану твоим обеспечителем, аллалюя, аллалюя, истина, на место лжи, когда Бог исцеляет нас от лжи, когда Он вытаскивает ложь из нашей жизни, показывает, Он сам не может, Он может показать нам ложь, и нам нужно от неё отречься, тогда ложь уходит, и тогда на место лжи Бог даёт истину, какой Бог, Отец, на самом деле, какой ты в Боге, истина приносит свободу, Бог через своё слово приносит свободу, и Дух Святой, и Дух Истины приносит свободу, вы знаете, сейчас мы будем молиться, буквально последнее свидетельство, и мы будем молиться, я в июле этого года, вы знаете, что 26 лет я во Христе, и я не мог все эти 26 лет Бога называть Папой, и меня передёргивало, когда рядом со мной кто-то называл Бога Папочкой, меня же передёргивало, что за фамильярность, что вы себе позволяете, Бог Отец, Он Отец, кому сказал Отец, что за Папочка, меня же передёргивало, сейчас я называю Бога Папочкой, знаете почему, я пережил его как Папочку, как Папу, Он что-то сделал в моей жизни, и самое главное, я верю, Он хочет сделать сейчас в вашей жизни, чтобы мы с вами ощутили Его, Его любовь. Я в июле этого года еду у себя из Подмосковья, я живу в Подмосковье, езжу в Москву, в головной церковь на работу, и вот еду в электричке, жара, чемпионат мира смотрят, не в наушниках, продают шум, гам, гвал, жарко всё, а я в наушниках слушаю вот такое же вот то, что сейчас я вам говорю, и там такая молитва, просят помолиться, Бог Отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о тебе. Ну, просят молиться, думаю, ну дай помолюсь в электричке среди этого бедлама, честно говоря, не думая, что Бог Отец может меня услышать там, ну как он в электричке среди этого бардака будет говорить, ну, молюсь про себя, Бог Отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о тебе. И отец мне тут же говорит, мне приходит мысль. Как знать, что мне в течение пяти секунд приходит мысль. Бог, отец мне говорит, ты веришь, что мне все равно, что происходит в твоей жизни. Ты веришь, что я забочусь о церкви, о строительстве дома молитвы, но ты веришь, что мне, Бог говорит, что мне все равно, что происходит в твоей жизни. Я такой попытался вывернуться, говорю, ну да, вообще-то да, Бог. У меня эта картина, опять, Бог-отец на небе, как мой отец, Бог-отец на небе в кресле-качалке. Ты там на небе, вот там вот, да, а я здесь на земле. Я говорю, хорошо, Бог, да, я верю в эту, ну, раз ты сказал, что это ложь, я отрекаюсь от этой лжи. Прости, что я верил в эту ложь во имя Иисуса Христа. Бог-отец, покажи мне истину, покажи мне твою истину. И Бог показывает мне, я вижу картину, то есть Бог-отец показывает, что ему есть дело для меня. Знаете, как он показывает картину? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я вижу сад, ну, типа огорода, но сад, большой сад, и он ухоженный. Этот сад вылизанный. И почему он ухоженный? Потому что там работает пенсионер. Пенсионер, у него нет другой работы, у него время свободное, и он все свободное время посвящает ухаживать, тому, чтобы ухаживать за этим садом. Я вижу в этом саду Бога, и он как бы этот пенсионер. И Бог мне говорит, ну, ты знаешь, что я ветхие днями, что мне много лет? Он говорит, ну, конечно, Бог не пенсионер. Но принцип ясен. Я в этом саду, я вижу яблоню, и она ухожена, она не такие яблочки. Я вижу, как Бог-отец стоит, он как этот вот ухаживающий. И он, знаете, мне еще Бог-отец говорит, Алексей, у меня много времени, чтобы заниматься тобой, и я ухаживаю за тобой, как за моей любимой яблонькой. Я вижу в этой картине этот старик, не старик, пенсионер, не пенсионер, но я понимаю, это Бог в этой картине. И он хвалится, говорит, какая яблонька, такая классная, я сам вывел, какие ветки, а какие яблочки, я их на экспорт повезу. И я понимаю, это Бог мне вот так вот показывает, как Он ко мне относится. Я аж от такой картины, я опешил просто. Я думаю, Господи, приезжаю в церковь на работу, через два часа подходит ко мне директор миссии, говорит, Алексей, слушай, в Румынию зовут, нужно поехать послужить, можешь поехать? И в этот момент Бог-отец мне говорит, а яблочки такие хорошие, что на экспорт повезу. Послушайте, дело не во мне, что я крутой, дело в том, что Бог-отец, послушайте, Ему есть дело до тебя. Но пока мы не переживем лично от Него, мы не услышим это, это усыновление, пока Он с нами не встретится. Я 26 лет, я не мог назвать Бога Папой. Он был для меня далеким, космическим, в кресле-качалке, равнодушным Богом-отцом. И я был работником, я служил, я верно все это делал. Знаете, блудный сын был, он пришел к отцу, а был другой блудный сын, который в поле пахал. Он говорит, отец, я столько для тебя трудился, я в поле все время работаю. Послушайте, отец говорит, слушай, да вся ферма твоя. Многие из нас мы работники, но мы не сыны. Бог хочет нас из работников в сыновей перевести. Аминь. Мы будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы мы встали, и мы будем молиться. Аллалю. Все, что до этого я говорил, все это велось вот к этой молитве. Аллалю. Господи, спасибо Тебе. Первый шаг, о чем мы попросим. Вы скажете, отец небесный, в какую ложь, подождите пока, в какую ложь я поверил о Тебе? За что мне нужно простить моего земного отца? Первый шаг. Давайте помолимся, хорошо? Слоним головы и скажите, отец небесный, покажи мне, в какую ложь я поверил о Тебе? Какие очки есть на моих глазах, которые искажают Тебя? Покажи мне, за что мне нужно простить моего земного отца? Кому-то из вас, да почти всем сейчас здесь, отец, Бог сейчас показывает какую-то картину из прошлого, из детства, какую-то ситуацию, и вам кажется, она не имеет никакого отношения к вашей жизни сейчас, но вы что-то вспомнили. Вот то, что вы вспомнили сейчас, скажите, вы что-то увидели. Скажи. Кому Бог что-то показал сейчас из вашей жизни? Скажите, Бог Отец, я прощаю моего папу. И скажите, за что вы его прощаете? Выразите прощение. Скажи, папа, я прощаю тебя за то, что тебя не было. Ты не говорил мне. Ты оставил меня. Ты бросил меня. Ты предал меня. Ты не обеспечивал нас с мамой. Я рос один. Я не слышал. У меня не было примера, как быть мужчиной, как быть отцом. И сейчас мне трудно. Я сражаюсь. Я отсутствую в семье. Я женат, но я не знаю, что делать с детьми. Папа, я... Земной папа, я... Выразите это прощение. Скажите, я прощаю. Тебе нечем заплатить. Тебе все равно нечем заплатить. Я прощаю тебе этот долг. Аллия. 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 Помолитесь сейчас. Скажите, я прощаю. Аллия. Аллия. Папочка, спасибо тебе за то, что ты сейчас здесь, Дух Святой. Спасибо тебе. Аллия. Если бы выразили прощение. Аллия. скажите так же если Бог не показал скажите, отец, в какую ложь я поверил из-за моего земного отца в какую ложь я поверил всегда, когда наша нужда какая-то не была восполнена нашим отцом или матерью к этой ранее невосполненная нужда превратилась в рано привязана на ложь и Бог отец сейчас показывает эту ложь я так помолился, говорю, Бог отец Господь, покажи есть ли какая-то ложь, которой я поверил о тебе из-за моей мамы и знаете, что мне вдруг грядка перед моими глазами у нас в огороде была грядка рядом с туалетом и я помню, мама попросила меня прополоть а там была морковка и трава была похожа на морковку я начал дергать и все повыдергал там полгрядки она побегает, как закричит на меня ты что наделал? брось, уйди, больше никогда не подходи к этой грядке чему я был очень рад честно говоря но у меня эта картина спала я говорю Господи, в какую ложь я поверил? и знаете, что мне Бог сказал? ты в тот момент поверил в ложь, что ты можешь навредить когда ты что-то делаешь для людей и служишь людям ты поверил в ложь, что ты можешь навредить и ты не идешь к людям тогда, когда я побуждаю тебя ты не идешь, потому что ты поверил в ложь, что можешь принести вред Я говорю, Господи, какая истина? Бог говорит, истина в том, что ты не навредишь. Я буду с тобой и помогу тебе. Отрекитесь от той лжи, в которой вы поверили, из-за того, что ваш папа что-то не додал, какую-то нужду не восполнил. И самое главное сейчас, помолитесь, скажите, Отец Небесный, открой мне твою истину. Какой ты на самом деле? Что ты думаешь обо мне? Кто я в твоих глазах? Господь, мы благодарим тебя. Папа, спасибо тебе за то, что ты открываешь нам истина. Во имя Иисуса Христа, в голове. Я хочу повторить это снова, потому что часть из вас, я чувствую, вы стояли и вы отказались это делать, молиться. Давайте мы пройдем еще раз, помолимся, зная, что доверяя Богу, что Он исцелит ту рану, которую мы можем сейчас вынести, которую Он хочет исцелить, потому что Он так устал. Его сердце болит от того, что Его ребенок. Вы не можете насладиться тем, кем Он является для вас. Давайте еще раз, те, кто ничего не получили, не увидели, как вы думаете, скажем, помолитесь еще раз, скажите, Отец Небесный, покажи мне, есть ли какая ложь, в которую я поверил о тебе из-за моего земного Папы? Или можете просто сказать, Бог, Отец, есть ли какая-то ложь, в которой я верю о тебе? Моя жена сказала, Боже, есть ли какая-то ложь, в которой я верю о тебе? И Бог сказал, да, ты веришь, что одни люди призваны, а другие нет. Она говорит, Господи, прости, я отрекаюсь от этой лжи, покажи мне истину. И Дух Святой показывает ей две раскраски, детские раскраски. И одна раскраска начинает раскрашиваться рукой, а другая не раскрашена. И Господь говорит, все мои дети призваны, они как детские раскраски. Просто к одной раскраске руку приложили, кто-то разукрасил, и этот человек, вот он в призвании, он служит. А те, кто не разукрашены, просто руку не приложили. И Господь ей сказал, я призвал тебя разукрашивать эти раскраски. Давайте, если вам сложно о Папе молиться земном, скажите, Бог, Отец, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о тебе? Кому-то Бог говорит сейчас, прямо сейчас Он говорит, ты веришь в ложь, что я не обеспечу тебя. Что с этим сделать? Скажите, Бог, Отец, прости меня, я отрекаюсь от лжи, что ты, как мой земной Отец, не мог меня обеспечивать, и ты тоже не обеспечиваешь мне. Я отрекаюсь от этой лжи, прости, что я верил в нее. Бог, Отец, покажи мне Твою истину, открой мне Твою истину. И я чувствую, вам Бог говорит, Господь говорит, ты можешь доверять мне, ты можешь довериться мне, ты можешь довериться мне. Я не знаю, что Бог с вами говорит, но я знаю, Бог с вами сейчас разговаривает. Он показывает ложь, вы ее оставляете, отрекаетесь. И Он говорит вам, показывает, чаще всего Он показывает яркие картины, образы, и говорит на понятном языке, во имя Иисуса Христа.